Хотелось ли вам когда-нибудь проверить и выяснить, чья магия сильнее, чьи скелеты круче и вообще, кто самый крутой колдун в The Old Realms? Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас будет пользовательское сражение между некромантом и вампиром, лордом-вампиром, если быть точнее. И в отряде у обоих имеются скелеты, ну только единственное, у некроманта только скелеты, а у вампира еще и вампиры. Так вот и давайте же выясним, кто на районе самый крутой, как говорится. И буду играть я несколько попыток за нескольких персонажей, то есть за одну попытку, например, другую вне видео я буду играть, скорее всего, за некроманта. То же самое я сделаю и за лорда-вампиров, чтобы, грубо говоря, не затягивать видео и вообще как-то не навешивать вам какую-нибудь лапшу на уши. Просто чисто факты, проверяем, кто сильнее, кто кого и так далее. И первая битва у меня сейчас будет за некромантом. Я сейчас выстраиваю войска все клином, то есть я их решил попробовать поделить, потому что я знаю, что у вампира есть крутые, скажем так, заклинания. Он может единственное, по-моему, у него одно заклинание на призыв скелетов, но у него очень много всяких различных крутых заклинаний. Поэтому первым, что я буду делать, это сейчас, естественно, поднимать как можно больше себе скелетов, чтобы армия пополнялась и брать их попробовать числом. Вон они там идут, не идут, не знаю. Показывается, конечно, что нас больше, но по факту я сделал оба войска в тысячам, то есть тысяча скелетов в нашей армии, тысяча вампиров и, наверное, около 500 скелетов также у лорда вампиров. Поэтому посмотрим, кто кого, но надеюсь, что у нас все-таки получится что-нибудь-то сделать. И, ну да, мы будем стоять потихонечку отсюда, его накидывать, настреливать, потому что, благо, очень быстро заклинания перезаряжаются. Можно практически за ту минуту, пока они идут, поднять себе еще около сотни, наверное, скелетов, если даже не больше. И, естественно, первое заклинание и будет мимо. Я не особо хочу лезть сейчас вперед, сделаем вид, что мы, типа, не особо активные колдуны и просто будем пытаться все-таки решать манной вопрос и призывом скелетов. Благо, у нас пользовательское сражение и, благо, у нас сейчас абсолютно бесконечная магия. Вот, кстати, лорд вампиров нас уже там очень круто закидывает заклинаниями, просто посмотри, как он нас накидывает. Я постараюсь максимально не атаковать его, ну, этого вампира, чтобы, грубо говоря, не сделать так, что, ага, слил генерала, ну, типа, командира и все. И, как говорится, можно просто закидывать их в бесконечной магии. Ну, в принципе, можно, конечно, как одна из самых легких тактик так сделать, но я, в принципе, хочу все-таки как-то на наших скелетов положиться. Тем более, кстати, опять же, в эту толпу уже не закинешь заклинание какое-нибудь кастомное, крутое, потому что сейчас толпа просто вон там вампир стоит. Просто в эту же толпу, опять же, можно и своих попасть, например. Я не попал своих, прикинь, заклинание кинул, но не попал. Вот, а вот то, что он зашел, скажем так, в бой лорд вампиров, это фиаско. Сейчас я вот эту нежить подниму ему, и оно в спину сейчас, она будет ему заходить. Не надеюсь, что он дамажит его. Он, кстати, по-моему, сам себя и завалил. Он кинул заклинание сейчас только что под себя, и, во-первых, завалил себя, и, во-вторых, завалил своих спутников, ну, то бишь, воинов. Только вот видите, что происходит, да? Я половину своих выкосил, половину выкосил вражеского отряда. Я даже не знаю, это же это свои, это не свои, кто у нас тут-то есть. Путаница жесткая. Ладно, одно дело, когда ты воюешь с людьми, там, да, например, эти красные, эти синие, или зеленые, понятно, или там, да, люди против нежити. Но когда скелеты против скелетов, немножечко непонятно. Кстати, на самом деле, я уже могу сказать здесь, что определенно это победа. Потому что, а почему, да потому что все. Вампир закончился, заклинание закидывать никто не может, а я просто призывом, не знаю, затопчу ту орду. Хотя, кстати, в принципе, у него там, я вижу, еще 200 человек примерно. Или сколько? 400 человек есть? А, у него же вампиры есть, точно, он же сначала... Ах, он хитрец, он сначала отправил на нас просто телетончиков, чтобы они нас помяли немножко, а потом он уже вампирчиков на нас отправляет. Я же прав? Конечно, я прав, я прям вижу, что это вампиры. Ну ладно, отряд скелетов, не боись, сейчас мы их разберем. Что осталось-то, е-мое? Сейчас мы их туда-сюда. А что, я не могу в магии пользоваться? А магия у меня сказала до свидания. А, ну все, у меня, видать, что-то она ступанула жесткая магия. Ну и, блин, одно заклинание, и весь отряд вампиров просто разобрался. Там еще, правда, подкрепление в виде еще отряда вампиров. Обалдеть, да сколько их там есть-то. Ну ладно, я думаю, с ними сейчас разберемся. В принципе, не особо важно. Я, в принципе, можно и по одному сражению так и подумал, чтобы ролик особо не затягивать. Посмотрим, кто сильнее. На самом деле, я думаю, что оба равны. Просто, опять же, если, например, если бы это было пользовательское, не пользовательское сражение, а сражение на каком-нибудь сервере с какого-нибудь ограничением манны, например, и, допустим, сражался бы не я и, грубо говоря, компьютер, да, ИИ, то бишь, искусственный интеллект, а какой-нибудь тоже игрок, и уже там был бы, не знаю, может быть, рейтинг какой-нибудь, там этот сильный, призыватель этот более слабый, и вот тогда бы мы уже определились, что сильнее, потому что сейчас-то я в любом случае, извините, мне побежал, кинул заклинания, победил вампира и все, и заспанил своим бесконечным призывом у остального армии. А вот если бы играл действительно игрок, то, мне кажется, было бы намного интереснее. Ну и да, да, в принципе, мы здесь победили. Ладно, победили, окей. Давай же теперь поменяемся армиями. Буквально вот я себе выдал парочку скелетиков, как было до этого, у некроманта, и поменялся, собственно говоря, персонажами. Ну и, в принципе, я как-то особо сейчас за лорда вампиров делиться не буду, то есть, если я за некроманта что-то попробовал попридумывать, поделить их там на три отряда, эти там справа, эти спереди, эти сбоку, там они будут одни зажимать, другие танчить, ну, короче, как обычно, попытался попридумывать что-нибудь, но механика баннерлорда так не работает. Работает так, что чем круче у тебя войска, или чем ты сильнее, тем, собственно говоря, больше шансов на победу, а то, что как бы ты ни делился, в какой бы степени оно бы, может быть, сработало, но не сейчас. И, кстати, я жестко лоханулся, я просто потратил все свои хп. Но я снял какую-то часть, какую-то часть скелетов у этого некроманта, будем надеяться, что мне сейчас не кто-нибудь не ваншотнет, я просто буду сейчас по кд действовать максимально, осторожно пытаться закидывать заклинания, потому что, сами понимаете, одна тычка и... А, я, кстати, восстановился. Неплохо. Я что-то подумал, что у меня одна тычка, и я того сольюсь. Я, видать, ба-баф работает так. Я думаю, это защита, я думаю, это не исцеление. Ну, ладно. В принципе, вон некромант. Иди сюда, дружище. Сейчас я тебе закину заклинание. Закинул заклинание. Что-то чувствую, что я того. О, сейчас очень жестко заложпенил. Ладно, ничего, возьмем скелетика. Благодаря РТС-камеры все-таки можно управлять не только собой, но и своими воинами. Три скелета на меня одного. Самое главное, короче, я так понял, сейчас я закинул все, что смог. Закинул заклинание. Сейчас самое главное, это просто максимально близко подобраться к некроманту и завалить некроманта. Кстати, вон он, оттуда пуляется. Все, все в атаку. Просто пощелкали это. Клак-клак-клак. Как там он чик-чик-чик, пощелкал. Так, можем ли мы лошадь взять? Интересно, скелет, лошадь управлять лошадью, например. Наверное, нет, да? Не можем управлять. А хотя могли, но фиг с ней. Ладно. Не будем выделяться. Короче, некромант у нас, я не знаю, видимо, мы разбили его войско. Он пошел такой призывать еще. Я не знаю, что делать-то. Ладно, думаю, мы разобьем. Конечно, я жестко заложпенил. Я набрал огромную скорость. Ой, там огромный отряд. Я набрал огромную скорость. И благодаря этому, собственно говоря, кинул заклинание. И попал же под свое заклинание. Ну, лошара, что сказать. И они что, кстати, они что, убегают, что ли? Они убегают, ты прикинь? Ну, по факту, я могу тебе сказать, что я победил как за некроманта, что за скелетончик раз на раз меня вызвал, так и за вампира. Повторюсь, конечно же, это немножко смутное ощущение. Не знаю, кто тут сильнее. Решать вам, ребятки, в комментариях. Ну, такой вот интересный небольшой ролик. Хотел он для вас сделать сегодня. У меня на этом все. Всем спасибо. Увидимся, услышимся на полях сражений. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok